Первая цель – это совершенствование, конечно, законодательства. И мы вчера об этом говорили, в том числе и в Министерстве финансов Российской Федерации, на их экспертном совете. И сегодня будем тоже об этом говорить. И у нас, скажу там несколько тезисов, которые вчера мы обсуждали, потому что не все, кто сегодня здесь присутствуют, были вчера. Поэтому так для общего понимания. Первое, смотрите, тот законопроект, который мы подготовили и разместили, это не то, чтобы мы прямо сейчас идем его куда-то сдавать в правительство и так далее. Для общего понимания. Это больше приглашение для разговора, для диалога. Потому что у нас с вами уже 9 лет, как принят 223 ФЗ, а с правилами его работы у нас большие проблемы. Потому что практически во многих случаях правил просто нет. Я скажу вещи своими именами, назову. И вы это прекрасно знаете. Отсюда, собственно говоря, и вопрос проблемы унификации в практике ФАС. Потому что невозможно унифицировать то, если нет правил. Как можно что-то вообще унифицировать по территориальному управлению, по центральному аппарату. И мы сталкиваемся с этим каждый день. И по сути сейчас все находятся в большом состоянии неопределенности. И заказчики, и предприниматели, и, собственно говоря, мы сами. Потому что во многих случаях просто непонятно, какое решение правильное, какое решение неправильное. И в каждом случае это принимается индивидуально. И нам тоже не хотелось бы, чтобы так было. Нам хотелось бы, чтобы была выстроена какая-то система. Чтобы были единые подходы, единое понимание, как все это работает. Ну вот яркий пример. Вчера, например, обсуждали в Министерстве финансов ситуацию, сколько банков может отобрать организация для себя, ну, для банкской гарантии, которую она принимает. Вот 2, 20, 50, 70. Соответственно, вот, допустим, поступит нам жалоба, что заказчик делает таким образом, что принимает банкские гарантии только от двух банков. Ну и очевидно, я могу сказать, что мы снесем такую закупку. Но где та граница? Что вот 2 это плохо, там, например, а 52 хорошо, никто не знает. Ее просто нет. И таких вопросов у нас миллион. Но я думаю, вы сами эти вопросы тоже прекрасно знаете. Поэтому мы, конечно, бы хотели, чтобы у нас появились определенные правила. Причем очень важно нам пройти между двумя крайностями. Между 44-м ФЗ и отсутствием правил. То есть мы ни в коем разе не хотели бы, чтобы у нас 223-й ФЗ был 44-м ФЗ. Это вот первое, что хотелось бы отметить. Потому что это совершенно разная деятельность. Деятельность государственных органов власти, бюджетных учреждений и деятельность коммерческих организаций. И, конечно, коммерческие организации не могут работать по тем правилам, которые у нас есть в 44-м законе. И мы, собственно говоря, этого никто и не предлагает. Но сейчас мы находимся в другой крайности, когда у нас по многим случаям правил вообще просто практически нет. Я говорю, конечно, не про закупки для субъектов малого предпринимательства, про них тоже. Но я говорю про все закупки в целом. Потому что правила должны быть по всем закупкам по 223-м ФЗ. И мы видим, конечно, коллеги, очень низкий уровень конкуренции. В цифрах приведу. У нас получается на 223-м ФЗ 1,7 заявки на торги. В 44-м 3,2. Это просто в качестве таких цифр. Причем 44-м ФЗ тоже не то чтобы идеальный закон с точки зрения конкурентной среды. Далеко не идеальный. Вы знаете, сейчас идет большая работа по его совершенствованию. Но, тем не менее, в 223-м ФЗ дело обстоит значительно хуже. И поэтому нам, конечно, хотелось бы, не вдаваясь в какие-то такие крайности большие, тем не менее, двигаться по совершенствованию законодательства. И у нас очень много таких вот обращений от крупных организаций, от крупных компаний. Потому что давайте урегулируем вот этот или этот вопрос. Потому что нам будет намного легче к нам обращаться. Если этот вопрос будет урегулирован, мы будем понимать тогда, что вот так вот можно делать, а вот так нельзя делать. А не так, что мы будем проезжать, если территориальное управление в Самаре, и одно решение будет приниматься, а по точно такой же ситуации, будет приниматься противоположное решение в Калининградской области, например. Ну, я в качестве примера сейчас говорю. А таких сюжетов у нас миллион. И вы прекрасно эти сюжеты знаете. И поэтому нам бы хотелось выйти на определенную стабильность в работе всех. И заказчиков, и предпринимателей, и федеральной антимонопольной службы. Вот в целом это вот так, если говорить про совершенствование законодательства. А как это будет выглядеть непосредственно уже в федеральном законе, зависит исключительно от нас с вами. Поэтому первая цель – это совершенствование законодательства. Вторая цель – поскольку совершенствование законодательства у нас дело небыстрое, как вы знаете, то хотелось бы сделать, конечно, по направлениям такие монопольные комплайнсы определенные, то есть такие правила, которые вот мы с вами понимаем, что вот там в сфере строительства, например, вот это хорошо, это правильно, вот так можно делать. Тогда это тоже будет определенная такая ясность, и все могут свои положения скорректировать, исходя из того комплайнса, который мы с вами будем рассматривать, и тоже понимать, что вот если такое положение у них работает, то федеральная антимонопольная служба это поддерживает, и заказчик может быть уверен в том, что он делает все правильно. И это, конечно, такое вот серьезное движение вперед, в том числе, кстати, совершенствование законодательства, потому что когда мы будем с вами вырабатывать такие комплайнсы по отраслям, отраслевые правила определенные, мы, конечно, будем создавать определенные предпосылки для изменения законодательства, потому что это вещи взаимосвязанные. Третье направление – это выработка единых подходов к наиболее острым вопросам. У нас таких вопросов миллион с вами, вот я думаю, что у нас точно с чем нет проблем, так это с острыми вопросами. И вот по каким-то отдельным сюжетам, уже не по отраслевым, а просто каким-то локальным отдельным сюжетам, мы можем просто вырабатывать единую позицию какую-то. Естественно, ту позицию, которую мы с вами будем вырабатывать, мы будем доводить до сведения всех наших территориальных управлений. Мы их собираем по вопросам 44 и 223 каждый месяц-полтора на совещании в режиме видеоконференц-связи по всей стране и обсуждаем все вот эти вот такие сюжеты. И все вопросы, которые мы с вами здесь решим, мы в любом случае будем проговаривать на совещаниях с территориальными управлениями и доводить это в письменной форме до них. Естественно, что вот это вот такая позиция в целом, чтобы это была позиция не та, которая в Москве, а чтобы была позиция всюду, по всей территории страны. Это просто для нашего общего понимания, коллеги, о тех целях, которые мы перед собой ставим в работе нашего экспертного совета. Теперь по повестке. Первый вопрос будет предложение Федеральной антимонопольной службы. Прошу еще раз строго к тексту не относиться. Сам знаю, там миллион огрехов. Но по большому счету речь идет именно о предложениях. А текст мы подготовили для того, чтобы более конкретно их обсуждать. Потому что все предложения хорошо преломляются, когда они в тексте, уже непосредственно законопроект. Все понимают, о чем уже идет речь. И второй вопрос, который мы сегодня будем обсуждать после того, как будет определенный доклад по первому вопросу и дискуссии, и все, кто хотят, смогут сказать все, что они хотят. Единственная большая просьба представляться при этом. Второй вопрос – это дальнейшая организация работы. Как у нас все это будет выстроено, тоже пообсуждаем. И мы должны выйти на принятие определенных решений. Поэтому по первому вопросу я предоставляю слово Лобову Артему Юрьевичу, начальнику управления по контролю за размещением государственного заказа Федеральной антимонопольной службы. Пожалуйста. – Коллеги, добрый день. Вчера Михаил Юрьевич, в принципе, такие основополагающие вещи представил по нашему законопроекту. Я сейчас, собственно говоря, повторю и чуть немножко раскрою, может быть, некоторые моменты по законопроекту. Сразу хочу сказать, коллеги, ради правил они никому не нужны. То есть понятно, что мы говорим о низкой конкуренции по 223-му закону. Михаил Юрьевич озвучил эту выпьющую цифру 1,17% заявок на закупку в среднем по стране подается. Соответственно, у нас, в общем-то, по сути, весь 223-й закон превратился в единственного поставщика. Часть из него, соответственно, уходит на неконкурентные закупки, часть – чисто единственный поставщик. А там, где заказчики называют, что у нас конкурентная закупка, ну, такое количество заказов, заявок, извините, показывает, что, собственно говоря, это тоже неконкурентные закупки. И, собственно, никакой конкуренции при таких правилах быть не может. Но, опять же, количество заявок – это только одно из условий. Безусловно, мы говорим о том, что необходимо добиться определенной экономии денежных средств. Особенно на этом у нас очередной финансовый кризис. И опять ставит острый вопрос по бюджету. То, соответственно, и та экономия, которая сегодня достигается по 223-му закону, ни в какое сравнение не идет с той экономией, которая идет, соответственно, по 44-му закону. Ну, собственно говоря, у нас примерно, по нашим оценкам, порядка 3% экономии, соответственно, по 223-му закону. И от 6% по 44-му закону. Хотя сумма, которая расходуется по 44-му закону, ну, смотрите, вот чистая сумма 14 триллионов рублей по 223-му закону, она в два раза превышает сумму бюджета, расходуемого по 44-му закону. И сюда еще не входят сделки с, соответственно, взаимозависимыми юридическими лицами. Это одна история на законопроекте, она тоже описана. А там порядка еще, ну, условно, там 10 триллионов у нас ушло с переводом в закрытую часть, соответственно, и во взаимозависимые юридические лица. И вот от этой суммы мы, скажем так, сэкономить нормально абсолютно не можем. И никакого, скажем так, эффекта от таких закупок тоже нет. То, что еще одна сторона тех процедур, о которых мы говорим, это развитие конкуренции. Учитывая, что у нас многие заказчики в регионах являются системообразующими для экономики, и именно вокруг этих заказчиков живут там мало предприятия, средние предприятия, и другого рынка просто не существует в этих регионах, в отсутствие конкуренции, ну, собственно говоря, там остаются по одной компании, и развития никакого экономического нет. Ну, собственно говоря, вот слайд с примерно, да, процентовкой по способам закупок и по количеству заявок, соответственно, которые у нас подаются по 223-му закону. Значит, ну, собственно говоря, причин много по таких следствий, да, и по конкуренции, и по экономии, но мы выделили основные. Ну, безусловно, мы с вами собрались для того, чтобы обсуждать, какие еще причины, соответственно, как решать эти вопросы, соответственно, какие пути. Но мы видим, соответственно, следующее. Следующее, соответственно, ну, неоднократно говорилось о том, что отсутствует единое требование к составу заявок к участникам закупки. Мы сейчас не говорим о каком-то закрытом приличном тех требовании, но они должны быть однообразными для, собственно, для способов закупок, да, либо универсальными для всех способов закупок. И по всей стране они должны быть понятны и очевидны для тех компаний, которые участвуют в этих закупках. Просто, собственно, одна из причин, почему такая низкая конкуренция на закупках, она заключается в том, что компании не понимают, с чем они столкнутся у того или иного заказчика. То есть у нас единое требование в 44-м законе, это, собственно, указано прямо в самом законе. То есть в 223-м законе сам каждый заказчик придумывает свой состав заявки, сам его, соответственно, требуется, потом комиссия проверяет, притом мы часто сталкиваемся с тем, что комиссия вообще по-своему видит требования заказчика и по-своему их трактует и отказывает допуски, хотя заказчик подразумевал там не эти документы или не в таком составе, не в такой форме. Соответственно, для того, чтобы унифицировать подходы, необходимо установить эти требования и к составам заявок, и к участникам закупки. Но, коллеги, опять же, мы все понимаем, что заказчики и сферы, в которых они работают по 223-му закону, совершенно разнородны, поэтому еще раз повторю, что требования не могут быть универсальными во всем. Собственно, и мы с вами готовы обсуждать, соответственно, какую специфику нам необходимо учесть в законопроекте, на то, что они должны быть прогнозированы, это третье требование. Какая-то вариативность должна, безусловно, оставаться для заказчика, это понятно, но, опять же, мы должны смотреть на прогнозированность для участников закупки. Следующее. Вот я сказал по поводу экономии, там, 3%, коллеги, но как таковой механизм обоснования начальной максимальной цены договора в 223-м законе отсутствует. И уверен, если мы сравним цены, по которым закупаются на сегодняшний день агентичные товары по 44-му закону и по 223-му закону, цены будут отличаться, и не в пользу 223-го закона, потому что ценник изначально многие заказчики устанавливают завышенный. Я очень говорю про гражданский рынок, то есть так получилось, что у нас в силу специфики законодательства образовалась три рынка, это 44-й был заказ со своими правилами, 223-й со своими правилами, цены и там, и там абсолютно разные, и гражданский правил рынок, там свои цены, соответственно, свои условия работы. Поэтому, как один из таких основных моментов, мы видим необходимость установления единых подходов по обоснованию начальной максимальной цены договора. Технически мы отводим, собственно, этот вопрос на решение правительства, каким образом это будет устанавливаться. Коллеги из Минфина вчера презентовали, обсуждали свой законный проект, в котором они предлагают устанавливать обоснование начальной максимальной цены договора в положении всей методики. Не уверен, что это правильный подход, учитывая, что это, опять же, не создаст каких-то единых подходов по всей стране. Это отводит все на решение заказчика, а мы получаем абсолютно разрозненную картину по всей стране. Потом непонятно, что с чем сравнивать. То есть мы никогда не сможем прийти к единому знаменателю, кто сколько сэкономил, соответственно, правильно ли была установлена начальная цена, сравнить ее с рыночной ценой, это будет невозможно. Поэтому, на наш взгляд, должны быть единые подходы именно в постановлении правительства. Далее. Неограниченное нашление закупок у единственного поставщика неконкурентной закупки. Коллеги, я, в принципе, начну, наверное, с про выступления, с того, что у нас просто подавляющее количество закупок, там, больше 60% у единственного поставщика идет, у неконкурентного способа закупок. Мы предложили обсудить, собственно, вот те цифры, которые вы увидите на презентации. Во-первых, установить по аналогии с 93 статьей 44-го законно-исчерпывающий перечень оснований для заключения с единственным поставщиком. И при этом дать возможность еще проводить неконкурентные способы закупки, но ограничив общий объем единственного поставщика и неконкурентных закупок до 10% от годового объема закупок заказчика. Ну, еще раз повторю, готовы обсуждать, если есть какие-то другие предложения по моделям регулирования, соответственно, по цифрам, мы открыто, абсолютно спокойно можем, может быть, есть более какая-то приемная модель. Понимаю, что сейчас все в штыки вас примут 10%, это ограничение права заказчика, все понятно, но мы вас пригласили именно для дискуссии и конструктивного обсуждения наших предложений. Следующий, соответственно, коллеги очень часто сталкиваемся, я думаю, что те коллеги, кто участвует у нас на рассмотрении жалоб, сталкивались с нашей практикой, мы отменяем требования о наличии выпыта, так называемой предквалификации, допустим, по поставке товаров, потому что считаем, что она не может отразить некую предквалификацию. Часто скептически относимся к предквалификациям, которые не имеют аналогичного регулирования в 44-м законе, собственно, самой универсальной предквалификации как таковой механизма его нет ни в 44-м, ни в 2023-м законе, но в 44-м мы его обсуждаем, поэтому мы предлагаем обсудить и введение его в 2023-й закон. Решаем две задачи. Первое, соответственно, это участие, соответственно, компаний, которые уже имеют определенный опыт работы либо в госзаказе, либо в 2023-м законе, в закупках по 2023-му закону, соответственно, специальная предквалификация. Ну, давайте объективно говорить, то есть у нас, к сожалению, отраслевое регулирование во многих отраслях очень слабое. Ну, взять ту же стойку, да, не было бы 99-го постановления в 44-м законе, если бы отраслевое регулирование было бы сильным. Ну, извините, зачем-то же вводились механизмы СРО, допустим, да, но они не работают, раз нам надо еще какую-то квалификацию перепроверять в госзаказе. Нам приходится хеджировать риски государственных заказчиков этой специальной предквалификации, теперь еще и универсальной. Мы предлагаем аналогичные подходы, собственно, и по 223-му закону. Вторая задача, которую мы предлагаем решить, это борьба с профессиональными жалобщиками. Она, эта задача не столь актуальна для 223-го закона, такую массу, какое-то количество жалоб от профессиональных жалобщиков по 233-му закону как такового нет, но нет в силе того, что, в принципе, количество жалоб по 233-му закону сильно меньше, да, соответственно, чем по 44-му закону. Но, опять же, вот за прошлый год у нас два раза практически выросло количество жалоб, и мы понимаем, что введение вот минимальных правил работы для субъектов малопредпринимательства, а то, что введено 505-м законом, это действительно малая такая только, уже позволило этим компаниям почувствовать, что права можно защитить, понять какие-то, соответственно, правила и попытаться, соответственно, сформировать какую-то практику, там, федеральной этапонной службы. Соответственно, понимаем, что введя те оперные, да, соответственно, поправки, о которых вы до этого говорили, после будем говорить, количество жалоб может, опять же, увеличиться. Поэтому мы на опережение сразу предлагаем механизм аналогичного к 44-му закону, борьбу с профессиональными жалобщиками путем введения универсальной предквалификации и специальной, там, где она будет установлена. Соответственно, компания, которая этим предквалификационным требованиям не соответствует, жаловаться на темнопленную службу не сможет. Следующий момент, коллеги, отсутствие единых требований к порядку оценки заявок. Но тут, я могу сказать, история, конечно, просто можно роман писать, учитывая, что постепенно федеральный на поле службы в судах добивалось того, чтобы заказчики хотя бы просто публиковали порядок оценки в общем доступе. Я не буду сейчас называть компанией крупнейшей компанией страны, которая до последнего, до решения Верховного суда считала, что порядок оценки может быть где-то завиалирован и не публичится. Даже участники закупки не понимали, как их будут оценивать, подавая заявки. Сейчас вроде как с этим поборолись, но на комиссиях видим, что, соответственно, порядок оценки появился в публичном доступе, в документации, соответственно, в положении. Но теперь следующая проблема, и с ней сталкиваемся мы, наши коллеги из Московской УФА, я там часто вижу практику, что теперь компания не понимает, как их оценивала комиссия. То есть нет протокола, нет порядка оценки, соответственно, как он был применен. Поэтому то, что мы предлагаем, установить порядок и критерий оценки заявок, мы не говорим о том, что это должны быть конкретные формульные, соответственно, изложения, как в постановлении 1085 по 44-му закону. Но основные какие-то критерии, которые можно использовать под критерии, соответственно, и хотя бы какие-то примитивные, математические, базовые вещи должны быть в постановлении правительства. Собственно, я могу сказать, что большинство порядков оценки похожих друг на друга у заказчика по 223-му закону. Почему тогда не единое правило базового вести с возможностью вариативности? Для каждого заказчика мы понимаем, что есть сложные предметы оценки и необходимы какие-то другие критерии. Но установить их в порядке, соответственно, в постановлении правительства и, соответственно, то, что мы хотим, естественно, то, чтобы они бы отражались в итоговых протоколах с тем, как они применялись непосредственно к каждому участнику закупки. Далее введение новой процедуры электронный магазин. На самом деле она для заказчика по 223-му и не новая, многие ее применяли, соответственно, но нет универсальных подходов. По 44-му сейчас такой базовый вариант родился, но он сильно ограничен в связи с евразовским соглашением, соответственно, по 223-му таких ограничений нет. Предлагаем просто ввести унифицированные подходы по использованию электронного магазина 223-му закону и дать возможность закупать, что называется, товар с полки, marketplace с единым пониманием, как это, соответственно, будет работать с механизмами, соответственно, с механизмами обжаривания для участников, которые через этот магазин будут работать. Далее, коллеги, тоже аналогичное предложение, как в 44-м законе, это установление рейтинга деловой репутации. Мы давно говорим о том, что, соответственно, и 44-й закон, и 223-й закон строятся на негативной повестке всегда для бизнеса. То есть бизнес, первое, ему сложно участвовать, ему постоянно отказывают допуски, он несет издержки, соответственно, по обеспечению заявки, по обеспечению договора, соответственно, он несет риски штрафных санкций, соответственно, он несет риски быть включенным в реестр добросовестных поставщиков, там поправить потом убитки и так далее, и так далее. Позитивной повестки нет никакой. При этом компании есть, понятно, что недобросовестные для них есть свои механизмы, как с ними бороться. Есть компании, которые добросовестные, берегут, да, там, соответственно, свою деловую репутацию, нарабатывают ее, стараются и не сражают свои обязательства. Мы предлагаем просто накопить этот опыт позитивный этих компаний, оценивать его в качестве рейтинга деловой репутации, чтобы каждый заказчик понимал, кто к нему идет, какой он рейтинг, соответственно, можно даже сделать так, чтобы этот заказчик видел, как этот рейтинг начислялся, соответственно, и автоматически считать, соответственно, снижение, допустим, там, обеспечения заявки, обеспечения договора. Но этот рейтинг, на самом деле, много где может быть применен, мы пока предлагаем в базу таких вещах, с тем, чтобы компаниям было выгодно наработать позитивную деловую репутацию, рейтинг, соответственно, и участвовать в закупках с некими послаблениями, скажем так, благодаря их опыту. Далее, отсутствие единых требований банской гарантии. Здесь тоже подробно обсуждали вчера на рабочей группе. Напомню коллеге, что нет требований ни к форме банской гарантии, ни к содержанию, ни к реестру банской гарантии. Заказчики подвездаст третьему. Часто сталкиваются с таким явлением, которое уже давно прошло в 44-м законе, это поддельные банские гарантии. Поэтому здесь нужны единые подходы. Они, понятно, не могут быть похожи на подходы по 44-му закону, но то, что унифицировать банские гарантии подвездаст третьему закону надо, я думаю, что все согласятся, коллеги. Ну, опять же, системные проблемы. То есть сейчас мы видим, как работает механизм вот этих вот электронных площадок федеральных для субъектов малого предпринимательства. Но, опять же, я не понимаю, почему отрегулирован весь 23-й закон так, что для субъектов малого предпринимательства регулирования есть, а все, что, соответственно, для субъектов малого предпринимательства, можно делать все, что хочешь. Ну, собственно, с площадками ровно та же история. Мы сталкиваемся, соответственно, с тем, что когда заказчик проводит не на федеральном площадке, собственно, закупку, то постоянное СБО, постоянный отказ в допуске участникам закупки. И подследить невозможно, как это все происходило. Нет унифицированных требований к этим площадкам, нет к интерфейсу требований, соответственно, к функционалу они не подключаются к независимым регистраторам, администрировать практически невозможно. Поэтому мы считаем, что надо пора обсуждать вопрос о том, чтобы на закрытом поле площадок проводились все закупки для всех участников, но только для субъектов малого предпринимательства. Ну и дальше функционал, соответственно, единой информационной системы. Мы предлагаем его развить, учитывая, что мы по 44-му закону уже предложили это, чтобы все жалобы подавались только участниками, зарегистрированными в ЕРУЗе, соответственно, только через функционал единой информационной системы. Мы предлагаем всю переписку, соответственно, с заказчиками, с участниками, привести туда всю претензионную работу, тоже, соответственно, оцифровать и привести в единую информационную систему с тем, чтобы мы, собственно, между двигаемся в цифровой мере. Ну вот, собственно говоря, у нас до сих пор там некоторые заказчики на бумаге закупки проводят. Мы же предлагаем все-таки такие глобальные изменения в этом вопросе, это как минимум будет, ну, скажем так, френд для, да, и для заказчиков, и для участников, да, а, ну, собственно, и нам будет уже, да, там, и удобно, и быстро, главное, все это будет происходить, потому что уведомление через единую информационную систему можно делать неновенно. Далее, отсутствие какой-либо регламентации по заключению и исполнению договоров, коллеги, очень много жалоб на этот вопрос, да, у нас отказывается заключение договора, соответственно, и непонятная история с исполнением договоров, они никак не регламентированы, штрафные санкции не унифицированы, и могу сказать, что, почему мы вообще заводим этот разговор, да, по штрафным санкциям, да, потому что часто просто идет перекос у подрядчика просто гигантские штрафные санкции за неисполнение обязательства у заказчика себе ставят минимальные, соответственно, у участника нет даже возможности каким-то образом оспорить это, если мы сейчас будем говорить про суды, но, коллеги, договор может быть там на три месяца, а суд будет идти два года, и какие штрафные санкции он будет оспаривать. Поэтому, безусловно, требуется определенная регламентация не в модели 44-го закона, коллеги, никто этого не предлагает, но какие-то базовые вещи по порядку заключения, опять же, это, в свою очередь, будет защищать и права заказчика, потому что некоторые участники заупотребляют правами при заключении договора, и заказчик даже не может его признать уклонившимся. Поэтому базовые реперные точки, соответственно, по порядку заключения договора позволят защитить права заказчика и оперативно признавать участника уклонившимся, если на то пошло, соответственно, и участник не подписывал договор вовремя. И порядок включения в РНП, ну, по сути, отсутствует на сегодняшний день регламентация, это такая, скажем, обрывочная очень регламентация по порядку включения в реста и набросов на поставщиков. И, собственно, наши действия тоже регламентированы, скажем так, очень обрывочно. Ну, вот, собственно, такие базовые вещи. Тут, допустим, отсутствует блок по КТРУ. Мы предложили распространить КТРУ, который сейчас, да, формируется на базе, да, Минфина, но мы все входим в эту рабочую группу, многие фаилы входят, соответственно, распространить действия КТРУ на 223-й закон. Я вот сразу опережаю, как бы, коллеги вчера, ряд коллег высказались по этому поводу, повторяя лейку Минфина, значит, о том, что КТРУ вводить по 223-му сложно, потому что у всех очень, там, соответственно, разномастное требование объекта закупки и так далее. Коллеги, никто же не предлагает вам против ввести, но базовое это, как базовую кодировку, соответственно, и как базовое описание объекта закупки, без пока запрета, да, на использование иных характеристик, а почему его не ввести, мы хотя бы мифицируем подходы, соответственно, по описанию объекта закупки, но надо вам какие-то эксклюзивные, да, там, характеристики описывать. Если товара нет в каталоге, описывайте самостоятельно. Но мы сможем мифицировать, накопить, как минимум, ту квалификацию, которую мы говорим, мы сможем ее свести с 44-м законом, без которого это невозможно будет сделать. Ну, есть еще ряд, там, да, вещей, которые сюда не вошли, я, наверное, не буду сейчас на них останавливаться, это такие базовые вещи, но можно обсуждать, наверное, спасибо большое. Спасибо большое, Артем Юрьевич. Коллеги, просто два слова добавлю к тому, что было сказано. Ну, первое, смотрите, можно не фотографировать слайды, мы всем разошли в обязательном порядке, вот, поэтому… Не слышно, да? Нет, раньше тут. Сейчас лучше? Все прекрасно. Ясно, ясно, все хорошо. Вот, смотрите, еще раз повторю тогда, можно не фотографировать слайды, мы все материалы всем разошлем, в любом случае, и там законопроект, соответственно, и слайды, это первое. Второе, что когда вы сказали по поводу уже существовало вопроса, что в тех случаях, когда вы видите отсылки на акты правительства, это не значит, что акты правительства будут ровно такие, как в 44-м ФЗ. Вот совершенно не значит, что это, например, там, в законопроекте, ну, и в предложениях обратить внимание, есть отсылка на акт правительства по, например, там, порядку оценки. Это не значит, что мы имеем в виду именно тот порядок оценки, который установлен по 44-му закону, ясно, чтобы мы все просто одинаково понимали друг друга, потому что все начинают думать, что тут ровно тот самый акт, который работает по 44-му ФЗ, это не так. Они совершенно разные. Должны быть и могут быть, и должны быть. Это первый момент. Второй момент. Конечно, многие вещи, как вы сами заметили, из предложений, задействованы 44-го закона, потому что есть вещи, которые абсолютно разумные и правильные, которые должны быть общие. Например, подача жалобы через ЕИС. То есть мы хотели бы, чтобы в 44-м ФЗ, мы сейчас его меняем вместе с Минфином, в этом направлении, чтобы в 223-м ФЗ подача жалобы осуществлялась только теме, кто зарегистрирован в ЕРУЗе, соответственно, через ЕИС. Все. Ну, это логичная норма. Соответственно, и понятно, что все логичные нормы, которые есть в 44-м ФЗ, мы задействуем, потому что они уже пробированы. Та, о которой я говорю, она не пробирована, а вот есть многие нормы, которые пробированы, они работают. И вы знаете, сейчас, например, решение ФАСа размещается по 223-му на сайтах наших территориальных управлений и центрального аппарата. Нам, конечно, хотелось бы, чтобы все это было в ЕИСе. Или, например, в ЕС 3 добросовестных поставщиков идет, опять-таки, все направление документов не через ЕИС, а непосредственно в территориальное управление или в центральный аппарат. Тоже неправильно, тоже должно быть через ЕИС. Поэтому тут много таких сюжетов, которые надо просто внедрить, чтобы вообще история стала намного более современной, нежели чем она сейчас есть, с автоматическим выдавлением всех участников в ЕИСе и так далее. Второй момент. По поводу 10%, коллеги. Значит, понятно, что тема такая острая. Вчера тоже она была острой. Два слова скажу про нее. Во-первых, эти 10% — это помимо того списка единственных поставщиков, который должен быть непосредственно установлен в тексте, собственно говоря, в законе. Понятно, что это не тот самый список, который есть в 44-м ФСЗ, потому что он должен быть скорректирован, он там сделан, исходя из органов власти бюджетных учреждений. Понятно, что он должен быть другой. И намного шире, и в принципе другой. Но вот эти 10% — это помимо того списка, это единственный поставщик и неконкурентные способы. Цифра 10 опять-таки является обсуждаемой. Просто сейчас у нас цифра 66%. По данным ЕИСа у нас неконкурентные способы закупки вместе с единственным поставщиком занимают 66%. Нам точно эта цифра не нравится, я могу вам сказать. Поэтому мы хотели бы, чтобы эта цифра была значительно меньше. Какая она будет? 7, 10, 15? Я не знаю. Это вопрос дискуссии, это вопрос обсуждения. Но точно какие-то ограничения, на наш взгляд, должны стоять. Это вот по поводу этих 10%. Еще раз повторюсь, помимо того списка, который надо будет выработать в любом случае, понятно, что на многом будет носить отраслевой характер, который должен быть установлен вне рамках этих 10%. Третье. Третье. То, что у заказчиков должно появиться намного больше возможности по выставлению требований к участникам, нежели чем те подходы, которые сейчас есть у ФАСа. Вы подходы знаете, они по аналогии с 44-м законом, естественно, к нами применяются, потому что больше не на что опереться. Они применяются не потому, что мы считаем их идеальным, сразу могу сказать, а потому что больше не на что опереться. Если мы с вами выработаем правила, которые позволят опереться на иные подходы, мы, конечно, с удовольствием хотели бы, чтобы такая же специальная предквалификация или универсальная предквалификация, о которой только что шла речь, была у нас не только по строительству, но и по другим направлениям. Чтобы мы должны были выставлять требования о том, что компании приходят на торги, допустим, свыше 27 миллионов рублей, которые имеют, соответственно, еще подополнение работ и так далее. Сейчас, вы знаете, такого нет с точки зрения практики ФАСа. Это отдельная история. Дальше, соответственно, мы считаем, кстати, что это очень серьезно поднимет качество контрактов и качество участников, потому что для нас важна не просто конкурентная среда и конкуренция, а добросовестная конкуренция. Именно нам хотелось, чтобы это было именно так. Именно поэтому мы ставим вопрос о рейтинге участников, о рейтинге репутации. Дальше вопрос того, что у нас с вами есть профессиональные жалобщики, он есть как в 44-м, так и в 223-м. Это вопрос. И вот когда мы говорим про универсальную предквалификацию, она в первую очередь для того, чтобы бороться с профессиональными жалобщиками, потому что базовое требование, это будет заключаться от универсальной предквалификации, в том, что если вы хотите оспорить контракт на миллиард рублей, у вас должен быть исполнен контракт на 200 миллионов, 20% от того, на который вы претендуете. А если у вас нет контракта исполненного на 200 миллионов, то вы и миллиард оспорить не сможете. Ну и так далее. И это будет хорошей отсечкой для тех, кто занимается профессиональными жалобами. Но для этого такие нормы надо, чтобы появились. Понимаете? Потому что если их нет, то жалобы принимаются от всех. Мы не можем сказать, что знаете, извините, как бы вот от вас мы жалобы не принимаем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!